Добрый день, уважаемые друзья, зрители, подписчики моего канала. Я думаю, многие владельцы дизельных автомобилей, в основном современных дизельных автомобилей, сталкивались с проблемой забитых сажевых фильтров. И кто-то решает кардинальный вопрос, удаляя сажевый фильтр, удаляя программно и физически сам сажевый фильтр. Но есть сейчас возможность сделать промывку сажевых фильтров. Это новая возможность такая, появилась она в Беларуси относительно недавно. Сегодня мы в гостях у SM Turbo, компании, которые занимаются данной процедурой. Вот девушка Дарья, специалист и представитель компании, нам более подробно расскажет сейчас о самой процедуре, для чего ее делают. Установочка у нас появилась буквально осенью на рынке Беларуси. Она стала востребована в связи с обеспечением норм евро. И это касается в основном евро 6, так как автомобили уже более серьезные. Это система SCR с форсункой дополнительного происхожидкости. Блю, как правило, также касается евро 5. Евро 5 у французов, например, отдаялись добавки. У других автомобилей могут быть какие-то варианты. Автомобили все относительно свежие. Нормы евро 6 коснулись машины в годы с 14-го ориентировочно. Они выпускались на разные рынки с разными нормами. Некоторые сохраняли евро 5, некоторые выходили уже евро 6. В Германии есть достаточно жесткие ограничения по выбросам выхлопных газов. Дизельные автомобили у них становятся все менее востребованными. Поэтому и в Беларусь приходят эти машинки свеженькие. И нужно за ними ухаживать. Потому что рано или поздно владельцы этих автомобилей сталкиваются с тем, что при пробеге 120-180 тысяч сажевый фильтр забивается, машина перестает тянуть. Начинаются проблемы с уровнем масла. Как правило, если регенерация проходит не очень удачно, то дополнительная порция топлива, которая помогает выжечь сажу из фильтра, она при неуспешной регенерации заливается в масляный тартер. Это портит смазывающие свойства моторного масла. И, соответственно, могут появляться задиры в цилиндрах. Температура очень высокая в двигателе, трущиеся металлы. Все это сказывается на двигателе. Поэтому затягивать с чисткой сажелика нельзя. Если хотите его сохранить, то можно воспользоваться нашей установкой. Это профессиональное польское оборудование. Наша компания официальный дистрибьютор этого оборудования. Мы моем фильтры, приводим их в норму практических заводским параметрам. Конечно, все зависит от того, в каком он состоянии. Изначально необходимо прищающий фильтр осмотреть. Нужно понять, погрежден он или нет. Заплавлен, забит, может быть треснут. Если он поделен на сектора, могут быть сдвинуты сектора. Если с фильтром все в порядке, то мы его промываем. Чаще всего успешно. Конечно, бывают редкие случаи, когда фильтр уже не спасти. Это запущенные случаи при больших пробегах, при неисправных системах. Неисправная система охлаждения, неисправная система смазки, неисправная топливная система. Все это приводит к повреждениям фильтра. В целом, если вовремя привести профилактический мыть, например, каждые 50-80 тысяч пробега, то никаких проблем с фильтром не будет. И машинка будет прекрасно ездить и не вредить нашей экологии. А какова стоимость процедуры вообще в среднем для легкового автомобиля, для грузового автомобиля и соизмеримость удаления как такового сажевого фильтра в автомобиле и процедура по промывке? Скажем, насколько она оправдана, дешевле или дороже? Стоимость чистки фильтра легкового автомобиля у нас начинается от 400 рублей. Если удалять фильтр и касается этой Евро-6, то это будет значительно дороже. Удаление с перепрошивкой начинается от 600 рублей в Беларуси. И, как правило, найти хорошего программиста и хорошего специалиста, который установит прошивку, это большая проблема. Из-за того, что прошивки устанавливаются неподходящие автомобилию, неправильные, какие-нибудь китайские, могут возникнуть большие проблемы в дальнейшем с автомобилем. Так как ИБУ управляет у нас всеми системами, а управление может оказаться неподходящим для вашего автомобиля, это может понизить ресурс всех систем, в том числе и моторов. А на новых автомобилях с дорогостоящими моторами это будет, наверное, не самый приятный сюрприз. Ну а сейчас мы пройдем уже непосредственно в само помещение, где будет производиться процедура по промывке сажевого фильтра. И нам уже Дмитрий, это замдиректора самой компании, более подробно расскажет о самой процедуре. Сейчас замдиректор компании SM Turbo, зовут его Дмитрий, расскажет более подробно о процессе промывки, что необходимо предварительно сделать. Ну а сейчас он вам об этом расскажет. Значит, что происходит, когда приходит к нам сажевый фильтр? В первую очередь он осматривается на наличие повреждений, что мы уже сделали. То есть эндоскопом проверяется наличие трещин, насыпаний, смещения секций. В данном случае все в порядке, поэтому фильтр устанавливается в установку на промывочный стол. Значит, первым делом подключается датчик противодавления, то есть мы должны провести диагностику, насколько он загрязнен. В данном случае у фильтра имеется свой выход, поэтому подключаем датчик именно к нему. Бывает, когда на фильтрах присутствуют два датчика, два выхода, вернее, под датчики, подключаются тогда оба датчика оборудования. Если сажевый фильтр, ФАП-фильтр не имеет датчиков, подключаются к установке. Проводится диагностика, подается сжатый воздух, замеряется противодавление. Здесь, возможно, три варианта. Первый вариант, когда сажевый фильтр чистый, следовательно, какие-то есть проблемы по автомобилю, в этом случае мы денег с клиента не берем, говорим, что у вас еще все хорошо, ищите проблему в автомобиле. Второй вариант, если он сильно загрязнен, установка прекращает диагностику после определенного давления, после этого мы будем вынуждены провести предварительную мойку на малом давлении, для того, чтобы начать очищать все соты, потом запускается основной цикл. Ну и если он попадает в среднюю загрязненность, подключается гидравлика и проводится основной цикл. То есть, что происходит? Подключаем гидравлическую магистраль, подается специальный раствор, после этого короткими периодами переключается клапан, подается сжатый воздух, то есть жидкость под импульсом проходит через соты, и опять включается жидкость. То есть, такие циклы происходят несколько раз с обоих сторон. После этого подключается опять пневматическая магистраль, и происходит сушка фильтра данного. Сначала сушка происходит со стороны выхлопной системы, потом прямотоком. В конце цикла сушки также подключаются датчики, снимается противодавление на выходе, то есть после мойки. Печатается протокол в обязательном порядке, который нам говорит, насколько очистился сажевый фильтр. Насколько в среднем очищается сажевый фильтр, насколько его снова, скажем, хватит ресурса, просто промывки, когда вы промылили? Что собой представляет сажевый фильтр? Это набор, грубо говоря, трубочек, запечатанных с одной стороны и с обратной стороны в шахматном порядке. То есть, выхлопные газы, проходя через одно сота, проходят через стеночки и выходят в пик открытых соток. Следовательно, весь осадок, можно сказать, как в водяном фильтре, оседает в этих трубочках. Поэтому процесс промывки позволяет очистить полностью все эти трубочки. Забивается сажевый фильтр в основном из-за того, что есть какие-то проблемы по автомобилю, либо качество топлива, либо использование каких-то присадок. Поэтому после очистки фильтр выходит практически в заводских параметрах. То есть, он очищается полностью. Ну, а более подробно можно у вас узнать о самой установке? Установка это европейская, фирма Total DPF. С прошлого года мы стали, скажем так, единственными обладателями европейской установки. Также являемся дилерами данного оборудования на территории РФРБ. Установка европейская. Значит, что она из себя представляет? Здесь 200 литров, два бака по 200 литров специального состава, которые очищаются в процессе работы, да, сама жидкость очищается с помощью специальных фильтров. Здесь же мы фиксируем загрязненность. То есть, когда у нас фильтры загрязнены, они требуют, естественно, замены. А также здесь имеется насос гидравлический, насос пневматический, назовем так. Воздушный насос с подогревом, который вот используется для посушки данного типа. Такого типа установки в Европе эксплуатируется с 2013 года. По-моему, первый был у нас создан в Италии. В Беларуси это была первая установка. Европейская такая установка, она до сих пор единственная здесь в Беларуси. Используется для всех категорий транспортных средств. То есть, здесь есть три рецепта так называемых, то есть, три программы, которые рассчитаны. Первое, на легковые автомобили. Цикл мойки занимает где-то час-час двадцать. Легкотоннажные, малотоннажные транспортные средства. Это вот трех с половиной тонн грузоподъемностью. И грузовые автомобили. Также здесь может происходить чистка. Вот у нас одно хозяйство уже промывает свои фильтры. Это джонзиры. То есть, они похожи на грузовички, поэтому тоже здесь спокойно они помещаются. Дополнительный плюс, который есть в этой установке. Практически все сажевые фильтры, катализаторы, не требуют обрезания труб. То есть, она здесь целиком совмещается. То есть, нету никакого механического воздействия на сам фильтр. Все программы рассчитаны на мойку сажевого фильтра без его повреждения. То есть, ни импульсы, ни химический состав не повреждают каталитическое покрытие. Здесь, опять, в данной установке фиксируются и может вручную настраиваться параметры. То есть, температура воды, давление воды, температура воздуха сушки, количество и длительность импульсов при промывке и длительность, в принципе, самой сушки. То есть, опять же, есть отчеты, сохраненные отчеты. В течение дня сохраняются показания. То есть, после промывки, как я уже говорил, печатается протокол. Выглядит он таким вот планом. То есть, прописываем, что за автомобиль, дата промывки, показания до, показания после. То есть, этот протокол всегда прикладывается клиенту после промывки. Видеотчетов. Да, и в течение дня мы, в принципе, свободно можем посмотреть, какие были произведены процедуры. Ну, вот сейчас пришел сажевый фильтр из России, из Москвы. Это BMW F10 2011 года. Сейчас будем производить замеры противодавления. Насколько забит сажевый фильтр. На мониторе оно отобразится. Да, на мониторе оно отобразится. Так, ну вот мы провели диагноз. Сажевый фильтр достаточно забит. Теперь сажевый фильтр крепится для проведения основного цикла промывки. Фиксируем замокажными ремнями. И сейчас будет хорошо. Выбираем рецепт под легковые автомобили. Оно отличается концентрацией веществ? Длительностью процедуры, количеством и длительностью импульсов и длительностью сушки. Оно отличается. 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 так вот проводим мойку мойка проводится в четыре этапа с одной стороны со второй стороны потом добавляется концентрированная химия и опять же промывка с одной стороны со второй стороны ну и после этого 20 сушки будет полноценно после этого можно уже говорить как бы вы снова потом проверяется насколько там до проходит сушки опять устанавливается датчик противодавления и замеряется что мы получили на выходе после сушки ну вот у нас прошла промывка и один цикл сушки сейчас вот завершающий цикл сушки и также уже подключен датчик противодавления сейчас буквально 6 минут заканчивается сушка и в конце цикла будет видны показания и выйдет протокол то есть там будут показания до и после параметры до параметра мы увидим запускаете вот процедура закончена показания у нас на протоколе то есть пришел сажевый фильтр по нашему стенду 124 4 милибара противодавления на выходе мы получили 55 и 30 то есть практически новый сажевый фильтр более чем два с половиной разом очистили да вот такая вот процедура друзья так что обращайтесь кому будет интересно ну вот собственно мы его помыли теперь у нас практически новый агрегат после установки на автомобиль нужно провести будет программную замену сажевого фильтра на новый то есть это не вмешательство это не прошивка это предусмотрена заводом изготовителем процедура которая нужна для того чтобы сбросить все алгоритмы и датчики показания собственно пришел уже как я и показывал грузовой грузовой mercedes actros будем сейчас заниматься мойкой данного фильтра ну что ж уважаемые друзья вот такая процедура по промывке сажевых фильтров и сейчас мы попросим может быть у представителя компании чтобы нам предоставили может быть там нашим телезрителям нашего канала скидку дополнительную тогда она примерно месяц на май можем сделать на целый месяц и какую скидку по промокоду под видео можно получить скидочку 10 процентов на очистку сажевого фильтра легкового автомобиля все под видео оставлю ссылку можете проходить также оставлю ссылку на сайт вы можете более подробно ознакомиться с ценами с прескурантом с самой процедуры там на сайте будет больше информации проходите смотрите знакомьтесь надеюсь вам видео понравилось кому понравилось обязательно подписывайтесь на канал ставьте пальцы вверх всем удачи до новых встреч пока